С сегодняшнего дня медицинские учреждения Латвии расширяют доступность плановых услуг при соблюдении мер безопасности. Пациенты спустя два месяца чрезвычайной ситуации могут вновь записываться к стоматологам и на различные обследования. Много ли пациентов воспользовались этой возможностью, выяснила Галина Сладовник. В первую очередь на приемы и обследования в Рижской восточной больнице записывают тех, чья запись была отменена из-за чрезвычайной ситуации. Таких пациентов около 6 тысяч. Сотрудники больницы обзвонили и записали уже почти всех. Осталось сделать еще около 500 звонков. Сегодня началась запись и новых пациентов. При этом в больнице говорят, что возобновление услуг будет проходить постепенно. Все звонят. Можно ждать минуту. Это самое большое сегодня время, как на линии. Человек ждет. Так что все записи открыты до конца этого года. В селях безопасности на месте запись не ведется. Чтобы не было очередей, пройти дежурный пост в вестибюле может только тот, кто записан на прием или обследование. Сейчас, исходя из того, что будет больше пациентов приходить амбулаторно, то мы и пациентам амбулаторно выдаем маски. А если человек пришел с улицы и у него своя маска, мы не имеем против ничего, что он использует эту маску. Либо это тряпочная, либо покупная в магазине, в аптеке хирургическая маска. В Рижской поликлинике «Аура» сегодня вновь оживленно, говорит директор учреждения Анита Каменщикова. Возобновилась плановая медицинская помощь. Работают все консультации. Но прием только по предварительной записи. Никаких живых очередей. Пациентов по громкой связи призывают соблюдать дистанцию. Маски для посетителей здесь не обязательны. Наши врачи, медицинские работники, конечно, работают в специальных масках, респираторах и других средствах защиты. То, что пациент идет в маске, конечно, это его доброе отношение к нам. Впрочем, есть медицинские учреждения, где маски обязательны, но их не выдают. Нужно приносить свою или покупать на месте. В такую ситуацию попала рижанка Нина. Я прохожу реабилитацию после операции в больнице. И каждый раз выдавали маски там сразу в гардеробе. Вчера пришла, мне говорят, что нужно свои маски приносить. Но поскольку у меня не было с собой, мне ее дали. После больницы я решила, что надо купить маски. Зашла в аптеку. Цена одной маски 73 цента. Но одной же не хватит. Не слишком ли аптеки ставят завышенные цены? Поскольку Нина получает оплачиваемую государством услугу, то такого быть не должно. Говорят в Национальной службе здравоохранения. Наша позиция состоит в том, что маска пациенту входит в рамки оплачиваемой государством услуги. То есть ничего, кроме пациентского взноса, который оговорен в правилах Кабинета министров, не должно с пациента взиматься. Никакой дополнительной платы. Влиять на стоимость масок в аптеках не представляется возможным, говорит директор Национальной службы здравоохранения. Если установить потолок цен, то маски никто не будет продавать. При этом в службе отмечают, что ни одна маска из централизованных закупок, которые делало государство, не попадает в продажу. Они предназначены только для учреждений.